Короче говоря, чуть не утонула. Проснулась я, как обычно, в своей кошачьей голове. Денёк был солнечный. Поздоровалась с улиткой Гэри, точнее, со всей его бандой. Пошла, посмотрела новый видос на Magic Family, который сегодня вышел. Magic Family это наш общий семейный канал. Там снимаемся все мы. Это я, Киска Алиска. В новом видео Аня наконец-то сделала супер гигантский обзор нашей новой кухни. Рассказала, чё там где лежит и чё у нас там есть. Классное видео вышло, я посмотрела с интересом. Хотя я нашу кухню знаю. Короче, сходишь и посмотришь. А то пёсели припёрлись. Киселис, пошли видео снимать. Эй, Ван, чё прямо в морду-то лезешь? У меня вообще другие планы. А у тебя другие планы. Отстань, Софи. А что у тебя за планы? Да не торгай меня, Миша. Да пискай им писку Алиску, давайте. Ах ты, Мичу, дурацкий покемон. Короче, я от них давай прятаться в туннель. Поиграла с ними в догонялки. Но от них не спрячешься, они такие. Нашла космический корабль. Киселис, а ну звёздай. Не достанешь, не достанешь я Мичу. Я больше не кота-монстер, я теперь космокот. Потом хотела отобрать мячик у Софи. А она мне как хватит за лапу и давай тянуть. Я тебе чё, рыбка что ли? Хватит меня тягать. Дала по морде порой, а слегка отстала. Запрыгнула на коробку с игрушками. Ничего интересного. Запрыгнула на шкаф, а там красная коробка. А коробки я люблю. Открыла её, думала там полно вкуснятины всякой. А это оказывается целая коробка спиннеров. Фу, разозлилась, скинула один. Напакостила. Хе-хе, побила огромного Пикачу. А чё он вечно улыбится, бесит. Зато молчит, дать и дать не может. Хотела у Софи курицу отобрать, а она мне языком прям в глаз. Ну я ей лапой тяп. Всё, отстаньте с Лисой, я на тебя обиделась. Эйвен, не давай ей мяч играть. А ну дай. Не, 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 не. Ага. Спряталась за диван. Я разведчик. Сидела в засаде, потом пора было менять локацию. Я бегом в коробку. Раз. Ой, головой не в ту сторону. Только развернулась, а я мячу тут как тут. Меня ворчали, а тут и так везде бардак. Стройка же у нас, ремонт. Ой-ой-ой, мамочки, испугалась кошару. Подумала, откуда? Оказывается, статуэтка. Фух, поранесло. Я уж думала, пройдётся с кем-то делиться. Разнесла баночку с веточкой. Я думаю, они специально их по дому расставляют, чтобы я ими играла. Да, вот так куда лучше. Я отличный дизайнер. Залезла в банку. Ничего интересного. Пёсили начали ругаться. Особенно тётя София и Эйвен. А я им говорю. Ругайтесь, ругайтесь, прыгайте. Но они чуть не особо расстроились. Решила показать видео с полным обзором нашей кухни покемона на большом телеке. Говорю ему. Мэджик фэмили. Парикул открыл канал. Крутяк, удобненько. Юмичу попросила ещё несколько роликов пересмотреть. Пересмотрели. Жаль поживать во время просмотра, нечего. Надо на кухню. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, я наверху. А они внизу неудачники, не достанете меня. Правда, попросили меня скинуть им что-нибудь пожрать. А на столе, как всегда, нифига нет. Смотрю, а тут какие-то жёлтые личинки лежат. Я подумала, они живые. Потыкала, потыкала. Вроде умерли уже. Пошла, прошлась по кухне. Ребята внизу ждут, а я им кричу. Вы кто такие? Я вас не звал. Пошла, думаю, хоть воды попью. А то Аня вечно ставит мне полную миску воды. И не понимает, что пить надо из-под крана. А не из миски. Ну, на крайняк, из стакана. Сама-то вон из стакана пьёт. Упс, это не я, если что. Так, волшебная фиговина. Порешёл твой повелитель воды. Включайся давай. Отличненько. Блин, вода прям в глаз. Вытерлась. Обожаю с ней играть. Ладно, надоело. Лапы от тебя мокрые. Потом я вспомнила, что собиралась гулять, но тут увидела его. Куст. А ты кто такой? Как Куст оказался в доме? А пахнешь ты не чёток. Я давай его нюхать. Ого, вот это запашок. Да ну, фу. Ты чё такой дерзкий, а? Получить захотел, а? На, на тебе. Ой, упс. Ну ладно, скажу Ане, что завял. Эй, разойди смел, кота, сальто-мортально. Ать. Ну чё, пожрать понесла ты? Ну чё, ну чё? Чё, кусты? Да, отстаньте вы от меня. Там одни жёлтые личинки и кусты какие-то. Короче, побежала я к двери. А она закрыта. Ну, это-то нам не помеха. Пару попыток и я уже каталась на ручке. Кис-кис, откройся, пошла я, короче, в спальню. Это моя кокеточка, ну так я виду. Потачила коготки в своё любимое кресло. Правда, тётя Софи всё ходила вокруг и возмущалась. Что так, мол, делать нельзя, Аня будет ругаться, ну вы поняли. Пробралась в таинственную секретную комнату. Туалет называется, там такой ковёр кайфовый. Обожаю на нём валяться, кружиться, кататься. Правда, Аня потом ноет, что он весь моей шерсти. Но мне всё равно, потек и я же сейчас тут нет. Ой, чё-то глаз зачесался. На ванне полотенце редко оставляют. Но когда Аня его там забывает, по нему можно забраться и устроить себе крутой атеракцион. Я забираюсь в ванну, потом как раз гоняюсь, залетаю на коры, цепляюсь лапами, а потом отпускаю. И скатываюсь, как на горках. И так несколько раз, пока не надоест. Ещё разочек и точно пойду гулять. А ещё я люблю делать водопадики. Чик. Киселис, ты чем воду монетики тратишь? Осторожно, двери закрываются. Да уж. Чё-то они как-то медленно закрывались в этот раз. Ай. Потом я решила пойти пообедать в свою колонию муравьёв. Я у них тоже пакостик люблю. Правда, это не моя колония, а Анина. Но очень уж мне нравится запрыгнуть на форумикарий. И приоткрыть им крышечку-то. А они потом по дому бегают. Ладно, надоело мне ваша компания, пёсики, пошла я. Киселис, ты куда? Киселис, ты куда? Я с тобой хочу. Если ты на прогулку собралась, то все двери закрыты. Да, я просто проверяла. Да у нас же стройка, тут кругом полно людей ходит и работает. Я сейчас порау, помеучу, и мне какую-нибудь дверцу да откроют. Мы с тобой пойдём. А я на речку иду, поняли? На какую ещё речку? На речку нельзя. Ты всё равно пройти не сможешь, там ворота закрыты. Для них может быть и закрыты. А для меня нет ничего невозможного. Пошли мы в коридор. А там два мусорных пакета. Ну, ребята сразу на них и отвлеклись, а я давай под дверью орать. Я всегда так делаю, ещё и лапами грязными на дверь стою, чтобы меня виднее было. Дверьм ораю каждый день. Кто молодец? Я молодец. Мои старания прошли не зря. Ура, идём гулять. Мы на речку точно не проберёмся. Да, все дырки под забором заделали. Посидела я такая в кустах в засаде, думала, вдруг мышь опять словлю. Но никто пока показываться не хотел. Тогда пошла вперёд, а там, блин, крапива. Прям в нос. А, ненавижу крапиву. Полюбовалась на нашу стройку. Что тут ещё задумали, я не в курсе. Меня не спрашивать. А потом, когда на жару через траву. Ура! Вот как я умею. Пошла сначала перед речкой на своих качелях. Я покачаться. Вот они, сладкие мои. Кто придумал так высоко к качели вешать мне? Я на высоте роста двуногих. И раскачиваюсь, и раскачиваюсь, и раскачиваюсь. И потом прыг на вторую. Ну, не всегда получается. Зато потом я снова запрыгнула на ней. Коронное сальто в траву баба. Вот это кайф. Вот тогда самое время было идти на речку. Пробралась я короче мимо всех незаметненько. Делала вид, что я не заворота. Так, по своим делам. Ты куда, кошечка? А я как... А что это? Кто-то же люки делает посреди моего пути? Бабочка. Кисалишь, облом, под зародами не пробраться. Да, все дырки заделали, нигде не пролезут. Так, ну-ка, 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 что-то узковато и правда. Я же говорю, никто не вылезет. И тут никак. Так, разойдись, кота монстрам нужен разгон. Раз, паркур, два. Все, мне пора. Неудачники. Вот блин, котенок-паук. Мне просто можно Марвел сниматься. Кажется, впереди у меня лужа. Бежим. Аня на речку ходить не разрешала. Ладно, думаю, разочек можно, она все равно не узнает. Ух ты, а тут другая водичка. Не такая, как из-под супер-крана. Холодненькая, на ней какая-то фигня. А лапы все равно от нее мокрые. Ать, ать. Хе-хе-хе. А, о, зацепилась вверху. Ошельник, ау-хе. А, ошельник в воду упал. Аня, ругаться будет. Надо его оттуда как-то достать. Вроде он недалеко от берега. Сейчас, тихонечко, аккуратненько лапкой его. И-и-и-и. Не могу дотянуться. Ну ладно, зайду немножко в воду. Ничего страшного, фу, какая она холодная. Так, чуть-чуть, немножко. Еще, чуть-чуть. Так, еще немножко. Еще, чуть-чуть. Фу, чуть-чуть водой не подвинулся. Ой, давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Сюда. Блин, ну еще дальше упал. Ладно. Блин, ну застал. Блин, что он. Аня, меня уберет. Я же не рыба. Я не умею пить соль-путной. Так, тихо, я супермен. Сейчас немного воздуха. Я его достану. Правда, я плавать не умею. Блин, что он. Пойдет и отпустится от берега. Блин, чёрт. Я уже далековато отплыла. Ладно, последний раз кисло. Ты чёрт. 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 Блин, ты чёрт. В тот момент, когда меня начало уносить течением, в моей голове пронеслись самые страшные мысли. А потом пронеслась не такая уж моя и длинная жизнь. Когда-то Аня спасла меня из канализации. И похоже, кончится она тоже практически в канализации. Но потом я поняла, что мэджики не сдаются. Последний рывок и я должна выбраться на берег. Плевать на этот ошейник. Да. Капец. Потом я лежала там ещё очень долго, но Аня меня нашла и спасла. Прям как в детстве. Ставь лайк, если тебе понравилось видео от первого лица и пиши комментарии. И иди смотри новое видео на канале Мэджик Фэмили. С полным гигантским супер обзором кухни с нами. Короче говоря, чуть не утонула. Субтитры сделал DimaTorzok